Три года вместе. На минувшей неделе вся страна отмечала годовщину воссоединения с Крымом. В Иванове праздничные мероприятия завершились большим митингом на площади Победы. Инициатива не только нашей организации, но и всей ивановской молодежи, потому что, наверное, молодежь, как никто другой, чувствует вот это единение, которое так необходимо нашей стране, которое появилось у нас, когда вернулся в Россию Крым. Возвращение Крыма домой, в Россию, это история, которая пишется в наше время. Одно из центральных событий в жизни страны за последние десятилетия точно. Потому именно молодежи так важно быть свидетелями и участниками этих событий. А нынешняя ситуация в Донбассе показывает, если бы крымчане не приняли то судьбоносное решение весной 2014-го, гражданская война, возможно, добралась бы и до них. Людей спасли много, но мало ли что с ними могло случиться, если бы они остались там. Для россиян Крым всегда был родным. Достаточно вспомнить, сколько бед наш народ пережил вместе с жителями республики. Во все времена свободу полуострова приходилось отстаивать. Это святая земля для россиян, потому что с Крыма началась православная вера и пошла по всей России. Каждый метр земли крымской пропитан кровью тысяч солдат русских, начиная с Екатерины II и кончая Второй мировой войной. Вот в этот день мы на самом деле вспоминаем 1855 год. Это защита Севастополя, первая защита. Когда севастопольский батальон почти год удерживал город от иностранных захватчиков, мы вспоминаем Великую Отечественную войну. Это вторая защита Севастополя, это Керчь. Сколько народу погибло там? Те времена позади. Крым снова часть большой семьи. Жители республики под защитой. И для них, и для остальных россиян день воссоединения действительно стал праздником. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.